Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Интерактивные каналы рекламные, конечно, сегодня подвисают. Это очень сложно. Я пока не представляю, то есть VPN не всех спасает, не все его восстанавливают. Некоторую рекламу вообще не принимают каналы. Это, конечно, большая сложность, но надеемся, что эти перегрузки будут временными. В России сейчас наблюдаются проблемы с соцсетями Facebook, Instagram и Twitter. Меры принимает Роскомнадзор объясняет о необходимости борьбы с распространением недостоверной информации. Денис Пырлок уходит с поста генерального директора Кировского АТП. Об этом он сам написал на своей странице во Вконтакте. По его словам, свой пост он оставит 9 марта. Пырлок отмечает, что за два года работы много успел сделать, но и многое не удалось реализовать и благодарит тех, кто помогал быть ему правильным руководителем. Также он советует помнить, что совесть и честь должна быть всегда на первом месте. Точной причины ухода Денис Пырлок разглашать и не стал, однако, отвечая в комментариях одному из кировчан под своим постом, упомянул мэрию, заметив, что администрации так лучше. Кто станет новым руководителем автотранспортного предприятия, пока неизвестно, так же, как и новое место Дениса Пырлока. Дали информацию от наших партнеров. С этого года у работодателей в России появилась новая обязанность каждый месяц сдавать в Центр занятости отчеты о вакансиях. Ввели штрафы, но как исполнить эту обязанность непонятно, говорит руководитель компании-бухгалтерия Татьяна Максимчук. Назначили какой-то отчет, как его сдавать, какой отчет сдавать, ничего толком нет. Подозреваю, что большая часть работодателей в принципе как не подавали, так и не подают. То есть до этого тоже была определенная обязанность по подаче отчетности в Центр занятости, но и всегда как-то пренебрегали. Надо постоянно сейчас держать руку на пульсе и следить за разъяснениями Министерства труда. Я думаю, что массового штрафования, конечно же, не будет. Тем не менее, не пропустить тот момент, когда уже все устаканится и начнут следить и за сроками, и за тем исполнять ли вы свои эти обязанности. Штрафы для тех, кто не подаст отчетность, установлены от 3 до 5 тысяч рублей на юрлицо, от 300 до 500 рублей на должностное лицо. Чтобы не увеличивать риски вашего бизнеса, следите за правовыми и юридическими изменениями. Или пусть это делают специалисты. Компания «Бухгалтерия» 213-112. На этом все. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.